Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор с вами о детском массаже, о детских оздоровительных упражнениях. И сегодня мы с Ванечкой покажем вам следующие приемы, которые вы объединяете с предыдущими и делаете определенный комплекс массажных движений и упражнений для маленького ребенка. И следующее движение, которое мы вам покажем, это массаж рук. Значит, массаж и упражнения рук мы проводим следующим образом. В положении лежа на спине берем руку ребенка, указательный палец заводится на кисть ребенка, он его сжимает, остальными пальцами вы придерживаете за лучезапясный сустав. Сейчас покажу на себе это место. Вот, за это место вы придерживаете, ребенок обхватывает ваш палец, вы берете лучезапясный сустав, одной рукой фиксируете, а другой рукой осуществляете поглаживающее движение, которое охватывает руку скользящими движениями от кисти к плечу и медленно поглаживая обратно. Вот такие движения вы осуществляете. Сначала одной руке 5-7 раз – это максимум. Начинаете с одного-двух движений, потом переходите на другую руку, делаете то же самое. Значит, в совокупности вы делаете 5-7 поглаживаний на одной руке и 5-7 поглаживаний на другой руке. Еще раз обратите внимание, что ведете от кисти к плечу посильнее, от плеча кисти мягко поглаживание, просто подушечками пальцев для сохранения контакта с ребенком. Следующее движение или упражнение на руки вы осуществляете таким образом, дали с двух сторон две руки возможность обхватить палец, придерживаете за лучезапясный сустав, разводите ручки и легкое потряхивание. Легкое потряхивание осуществляется в этой ситуации. Само разведение может быть затруднено, особенно у детей совсем раннего возраста, первого, где-то полутора месяцев за счет гипертонуса. Если это ребенку неприятно, и он недоволен или плачет, то от этого упражнения можно отказаться, подключив его позже по возрасту, когда он будет постарше чуть-чуть, где-то начиная с трех месяцев, уже тонус физиологически снижается, и эти упражнения можно будет подключить, они несут очень неплохой оздоровительный эффект за счет того, что расслабляются мышцы рук, плечевого пояса, усиливается кровоснабжение и укрепляются в конечном итоге связочно-мышечный аппарат. Поэтому помним те правила, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. Одно из условий правильного и хорошего массажа – это то, что ребенку должно быть комфортно. Если это движение некомфортно, значит, мы его на какое-то время убираем. Значит, следующее упражнение и массажное движение касаются спины. Ребенок кладется на живот, соответственно, руки идут вперед, он может быть, голова может быть лежать, голова может быть повернутая, неважно, важно, чтобы перед вами была спина. И дальше, смотрите, вы осуществляете движение по спине вдоль позвоночника, по обоим сторонам позвоночника, мы не трогаем. Одна рука располагается вдоль одной половины, спины начинают ягодицы, вторая – другой. И мы осуществляем движение таким образом от ягодиц к шее, мы ведем тыльной стороной, смотрите, вот так. На затылке руки разворачиваются, и осуществляется движение подушечками пальцев от шеи к ягодицам. Ягодицам охватываете ягодицы, и опять ведете с усилием надавливания легким вверх, да, к затылочному бугру руки распрямляем, и пальцами, подушечками проводим более нежно и более аккуратно вниз, охватывая ягодичные мышцы. Можно отдельно делать круговые движения по ягодичным мышцам, да, и повторять такое упражнение до семи раз, опять же, начиная с двух раз, постепенно, каждый день увеличивая на одно движение. Это упражнение, это движение дает активное укрепление мышц спины, формирование правильной осанки, профилактика последующих проблем с позвомышцами, удерживающими спину и так далее. Если у ребенка будет сформирован хороший мышечный корсет спины, он быстрее сядет, быстрее пойдет, то есть это осуществляется непосредственно за активное движение, и вы почувствуете, что как только вы начинаете работать, ребенок резко прибавляет в активности, быстрее возникают ситуации. Значит, для ребенка раннего возраста такое положение не всегда удобно. Он может хныкать и так далее, поэтому можно его поддерживать немножечко за ноги и осуществлять движение одной рукой, то есть фиксировать, чтобы он дал вам возможность работать, не крутил с одной рукой, легко вы его поддерживаете, а другой проводите сначала по одной стороне, переходите на вторую ягодицу, проводите другой стороне. Если надо подержать как-то головку и зафиксировать, то меняйте руки. При массаже всегда работает, нет левшей, правшей, работают две руки, поэтому здесь вы можете комбинировать в зависимости от того, как ребенок лежит. Но уже как только вы начнете это делать, малыш очень быстро почувствует удобство уже при том, как он лежит на животе, и он уже очень быстро начнет держать голову, потому что вы при этом захватываете еще мышцы шеи, так называемую трапециевидную мышцу, которая удерживает голову, и эта мышца укрепится, и он очень быстро начнет поднимать голову. Следующее упражнение касается разгибания позвоночника. Оно основано на безусловном рефлексе, то есть на рефлексе, с которым ребенок рождается, этот рефлекс связан с тем, что при раздражении мышц спины начинает рефлекторно усиливаться работа мышц сгибателей и мышц разгибателей. Поэтому эти упражнения мы делаем следующим образом. Ребенок ложится, вы кладете его на бочок, и проводите средним пальцем вдоль позвоночника от ягодицы к шее, обратно очень легко, и вы видите, как ребенок начинает сначала чуть согнувшись, потом резко разгибается. То есть от ваших движений мышцы начинают работать сами. Проводите вот так, практически до затылка, обратно легко, и осуществляете это движение по другой стороне. Ребенок начинает реагировать, начинает сгибаться. Это нормально, это обычная реакция, и эта реакция позволяет укрепить мышцы спины. И сегодня мы еще поговорим о том, что не забывайте о таком упражнении, это может быть вид упражнения своеобразный, это выкладывание ребенка на живот. Значит, вы кладете его таким образом, просто, что руки идут вперед, значит, да, и голова пока лежит, он начинает ее активно шевелить, он начинает активно пытаться перевернуться, вот, повернуться как-то. Значит, ноги немножечко разведите, а руки ребенок уже где-то с полутора месяцев будет выставлять вперед, пытаясь на них опереться и пытаясь подняться. Вот здесь ваша задача не дать ему завалиться. На бок от слабости просто придерживайте и страхуйте. Все остальное упражнение, все остальные задачи в этой ситуации ребенок будет делать сам. Единственная такая вот рекомендация, как и при любом другом массаже, выкладывать его на живот, стараться голенького, потому что с другой стороны это является элементом закаливания, правда температура в комнате должна быть достаточно теплой, при этом особенно первое время она должна быть, ну, минимум 25-26 градусов, то есть чуть выше. Дальше и ни в коем случае не должно быть сквозняков, то есть ни вентиляторов, ни кондиционеров, как бы жарко не было, потом вы можете начинать снижать температуру в комнате, проветривая перед массажем и так далее, и так далее. Но начинаете вы с очень комфортной температуры, и тогда ваш ребенок не простудится, будет здоров. По поводу остальных движений мы пойдем дальше, и на следующей нашей встрече мы расскажем вам о массаже других частей тела, ну и добавим упражнения, укрепляющие теле и иные мышцы ребенка. Сегодня я с вами прощаюсь, будьте здоровы, берегите себя, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok